Юрий Александрович, под угрозой подорожания один из самых распространенных продуктов это макароны. Официальная причина это не урожай во всем мире, но какие действия можем предпринять мы? В последнее время особенно жизнь показывает, что государство должно вмешиваться в процессы ценообразования, особенно на внутреннем рынке. Да, внешняя конъюнктура сегодня такова, что на ряд продуктов, на материалы, на энергоносители, мировая цена слетела и очень заметна. Но это не говорит, что на внутреннем рынке для внутреннего потребления должны быть сопоставимые цены. Мы должны понимать, что доходы нашего населения заметно отличаются от доходов в развитых странах, и покупательный спрос ограничен во многом, в большей степени ограничен. Исходя из этого, равняться на мировые цены не совсем оправданно. Какая бы ни была мировая конъюнктура, она сегодня одна, завтра другая, но внутреннее потребление, оно имеет свои пределы. И особенно вот такой вот резкий взлет цены на внешних рынках, он серьезным образом наносит удар по нашим производителям. Переработчикам зерна, мукомолам, производителям макаронных изделий, то есть продуктов, которые жизненно необходимы, в общем-то, ежедневно в нашем рационе, в рационе наших граждан. И изымая часть чрезмерной прибыли у производителя, в зависимости от конъюнктуры рынка, наверное, государство в определенной степени способно регулировать эти процессы, ведь оно изымает и в том числе направляет эти ресурсы, так скажем, на наше благосостояние. Это строительство дорог, это заработная плата работников бюджетной сферы, социальная сфера, которая, в общем-то, лежит на плечах государства. И эти доходы, которые сформированы в внешней конъюнктуре, они должны, в общем-то, работать на население, на страну, а не на отдельных производителях. Да, меня, конечно, в этом вопросе многие сегодня будут критиковать, потому что у нас не очень принято считать деньги в чужом кармане, но факт остается фактом. То есть, если ситуация на внешних рынках вкладывается такова, что та или иная группа товаров имеет очень серьезную, высокую доходность, то, на мой взгляд, справедливо будет поделиться этой доходностью, но при этом сохранить и внутренний рынок потребления, и доступность продуктов для граждан нашей страны. Но вы еще один из тех людей, которые подписались под обращением в правительство. Вот какие меры вы предлагаете? В первую очередь мы предлагали, в общем-то, как бы сделать регулируемую вывозную пошлину таможенную, то есть изымать часть стоимости товара в пользу государства, в пользу людей в том числе. Значит, мы считаем, что должно быть квотирование вывоза. Вот, понимаете, на сегодняшний день этот рынок не регулируется, а если производство ограничено, надо в первую очередь закрыть внутренние потребности, обеспечить внутренние потребности и только потом вывозить излишки, а никак не наоборот. А у нас сегодня происходит, к сожалению, наоборот, в первую очередь там, где выгодно, вывезли все, чем будем кормить страну. Вот, возможно, возможно, но это не совсем рыночные механизмы, но тем не менее в определенный период и прямая финансовая поддержка производителям, она может в части компенсации каких-то выпадающих доходов, но я бы в первую очередь рассматривал доступность кредитных ресурсов. Ведь можно сегодня поддержать производителей беспроцентными кредитами, на возвратной даже основе, для модернизации производства, для закупа сырья, то есть для какого-то вот переходного, что ли, или такого периода турбулентности. Мы считаем эти меры оправданными. Конечно, каждая из них требует обсуждения в серьезных, так скажем, инстанциях, но даже каждая по отдельности позволит ситуацию каким-то образом сгладить. А в совокупности, на мой взгляд, они должны привести к позитивному результату, в частности, повторюсь, то есть сбалансировать вопрос цены на такие жизненно важные продукты, как макароны, как, не знаю, подсолнечное масло. То есть сегодня мы видим высокую цену на подсолнечник, мы видим высокую цену на лен, переработчики лена в Алтайском крае тоже испытывают огромнейший дискомфорт, то есть просто находятся на грани закрытия. Потеряв сегодня внутреннее производство, а это не исключено при такой конъюнктуре цены, мы завтра будем вынуждены, ну, мы превратимся, в общем-то, в страну экспортера, банально, как вот в частности происходит по многому в области нефтепродуктов, тем самым, а завтра будем вынуждены покупать продукцию переработки за рубежом. Все настолько плохо? Все достаточно сложно, то есть это же не просто там рост цены на 10, 15, 20 процентов, это там двухкратный, а по отдельным позициям трехкратный рост стоимости сырья. И естественно, ну, мы сегодня знаем, что переработчики макаронные производства, они затоварены продукцией, не могут ее реализовать, потому что нету платежеспособного спроса, люди не способны по этим новым ценам приобретать такую продукцию. Оборотной стороной этой медали еще может, значит, что случится? Это исчезновение с рынка или, так скажем, сокращение доли качественных продуктов, то есть замена определенными суррогатами. С тем же макаронами, то есть мы знаем, что их делают из других сортов пшеницы, в том числе можно делать ее из фуражной пшеницы, но это совсем другие изделия, и они имеют совершенно иную функциональную, так скажем, функционал для человека и для потребителя. Поэтому, на наш взгляд, в общем-то, наши государственные мужики должны сделать все возможное, чтобы защитить внутренний рынок и переработчика, для того, чтобы доступность продуктов питания качественных осталась для потребителей. А пандемия как-то могла на это все повлиять? Повышенный спрос после? Возрастающий внешний спрос, взвинчивая цену на мировых рынках. На мой взгляд, во многом эти процессы спекулятивны, обусловлены той системой координат, в которой существуем мы, как часть мировой экономики, как функционирует вся мировая экономика, ну да, где-то кто-то вот на этом получает дополнительную мажу, дополнительный доход. И, повторюсь, государство должно за этим следить. А вот мы, конечные потребители, можем мы своими действиями как-то помочь у регулирования ситуации? Ну, например, не скупать гречку мешками? Наверное, все-таки история скупать гречку мешками ушла, наверное, все-таки в прошлое. Большинство этим не занимается. И дефицит от продуктов питания нет. Есть как раз у продавцов проблема со сбытом. То есть в этом проблема. Ну, мы опосредованно и так влияем. То есть мы сегодня видим снижение среднего чека, мы видим снижение потребления, уход в эконом-сектор. Потребление в эконом-сектор не самых качественных, может быть, продуктов, с какими-то там уже, так скажем, добавками и всем прочим. И мы влияем на эту ситуацию. Но хорошо ли это, на мой взгляд, это крайне плохо. Спасибо. Спасибо.